Видите, Бог действует. Связан день и завтрашний, и прошлый встречей наших рук. Человек начинает видеть свою судьбу. Это Бог ему даёт знания. Вот это твой человек, он говорит, живи вместе. Не то, что ты вот всегда будешь счастлив с ним. Если сможешь сдать экзамен, будешь счастлив. Но человек видит в своей жизни, что сначала только хорошее. Потому что Бог показывает, вот так может быть в твоей жизни. Он ему показывает, вот смотри, как может быть, если ты будешь правильно себя вести. И уже вливаются в дорогу наших ветровых пух. Горошее, у моей судьбы. Бог ему говорит, у твоей судьбы вот с этой девушкой будет очень много дней хороших. Про плохие ничего не говорит. Иначе испугается. Всегда же в сказках так. Кощея Бессмертного замочили. Вот. Хоть он и бессмертный. Бабу Егу тоже там всех покоцали. Потом женились. А дальше что? Вот и сказки конец, тот слушал молодец. Все подробности не расшифровывают. А дальше начинается жизнь, а не сказка. Означает, будут испытания обязательно у всех. Сказок нет в этом мире. Есть только жизнь. Сказка — это подарок Бога. Любовь — вот это все испытания, в начале которых приходят. Подарок Бога, подарки — это хорошо. Но жизнь означает, что мне саму придется. Сегодня моя одна близкая родственница сказала мне. Я, говорит, не могу больше с ним жить. Хороший человек. Но я его не люблю. Я не могу без любви жить. Не нужна любовь. Я говорю ей, тебе бескорыстно надо начать действовать для него. И придет любовь. Она говорит, слушай, Олег говорит. Я могу бескорыстно действовать для того, кого я люблю. Я говорю, стоп. Это что за бескорыстное действие? Ты любишь. То есть Бог тебе дает энергию сначала, а потом ты ему отдаешь. Это что за бескорыстное действие? Он говорит, а если я не люблю, как она? Говорит, если я не люблю человека, как я могу ему отдавать? Я говорю, так все люди из-за этого разводятся. Она говорит, ты что делаешь? Я говорю, да ты должна научиться просто из чувства долга заботиться о нем. Потому что Бог тебе человека дал. И после этого появится к нему любовь. И потом я ей говорю, она обслуживает клиентов. Ну просто работает, обслуживает. Я говорю, вот представь себе, ты обслуживаешь клиента. Он тебе не нравится. Не нравится. Но ты начинаешь ему служить, заботиться о нем. И он начинает тебе нравиться. Он говорит, было такое. Сначала мне не нравились, я как бы все делал, но мне не нравились. И они больше не приходили ко мне. Но когда я начала более самоотверженно действовать, они начали возвращаться. И потом начали мне нравиться. Я говорю, вот точно так же и мужик. Он говорит, да? Ты что, без любви надо жить, что ли? Я говорю, так это любовь, это не твоя заслуга. Это Бог тебе дает это чувство. Счастье от человека. И ты думаешь, что это ты как бы должна чувствовать априори. Оно закончится, это чувство. Женщина 80 лет приходит к врачу и говорит, сынок, я что-то не мочусь. Он посмотрел, пощупал пульс, говорит, все, бабушка, кончилась моча. Ну то есть Бог просто так давать теперь не будет. Надо совершать усилия теперь для того, чтобы жить. Об этом анекдотом. Понимаете, иногда надо совершать усилия. Некоторые люди говорят, а что это все здоровые, я больной? А вот чтобы ты совершал усилия, учился. Ты не думаешь, что тебе просто так здоровье дастся. Вот твоя жизнь для того, чтобы ты учился трудиться над своим телом. Все, будешь трудиться, будешь здоров. Не будешь, хоть оббегай всех докторов, бесполезно. Ничего у тебя не получится. Также тоже любовь. Иногда людям дается много возможностей быть влюбленными. И они думают, о, вот это и есть жизнь. Да это не жизнь, это просто подарки. Жизнь будет впереди. То, что ты можешь хорошо влюбленным быть или любить, это не означает, что это продлится долго. Все закончится. Ты не будешь чувствовать любви от близкого человека. Все. Это мое предсказание. Дальше что нужно делать? Надо просто начать ему давать, дарить счастье просто из чувства долга. И тогда он будет чувствовать благодарность от тебя, этот человек. И через его благодарность придет опять любовь в твое сердце. Потому что ты будешь чувствовать в нем душу. Ты увидишь в нем чистоту в этом человеке. И вот это и есть настоящий уже экзамен, который человек должен сдать. Но для того, чтобы его сдать, мне одна девушка говорит, Олег Геннадьевич, я так делаю, у меня силы не хватает. Я не могу ему служить, у меня нет сил. Я говорю, так ты пойми, что у тебя их и не было. Тебе надо в молитве, в служении Богу, в контакте с природой, в контакте, делать добрые дела людям, социальные силы появляются. Делай зарядку на природе, радуйся природе, у тебя для здоровья силы появляются. И ходи в храм, молитву читай, у тебя будут силы преодолевать судьбу. Все силы берутся от Бога через природу, через людей, через веру. Нет такого, чтобы у человека по себе силы появились. Он говорит, у меня сил нет, значит, у тебя неправильный образ жизни. Есть такое понятие внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь означает батарейки заряжать. Каждый человек должен заряжать батарейки. Попробуйте собаку дома подержать, не выпускать на улицу, она там и зайдется. Почему? Потому что ей нужна внутренняя жизнь. Она бежит на природу и начинает там радоваться всему, вилять хвостом. В это время она наполняется от природы возможностью жить. А если она будет просто в доме сидеть целый день, она сдохнет. Понимаете? Потому что ей нужны силы. А силы берутся от природы.